Всем привет! Вот уже давно сообщество говорит о том, что SCP это настолка такая. Немало было постов на реддите, где разные люди предлагали идеи и концепты, и даже собирались её делать. У нас в России такая движуха тоже есть, и две недели назад вышла настолка проект SCP. Продается она, вернее продавалась, в магазине 1С Интерес. Я не большой знаток настольных игр и не берусь судить о том, насколько она хороша, но события определенно знаковые и очень позитивные, радостные для всех фанатов. И было бы это видео возможно рекламой настолки по SCP, и было бы всем хорошо и интересно, но нет, это видео про скандал, вернее про новый виток скандала старого. А дело в том, что один человек оказался этому не особо рад. Да, снова наш мистер Д, которого настолько раздражает, когда в сообществе происходит что-то хорошее, и который, как я напомню, зарегистрировал на себя товарный знак SCP в России. Для тех, кто всё пропустил, вся предыстория в ссылках в описании. Да, мистер Д не может без этого. Он или кто-то из его людей написали в 1С Интерес письмо с требованием убрать этот смущающий владельца товарного знака предмет с полок магазина. Ну очень не понравилось ему, значит, что кто-то со значком SCP что-то продаёт, а денег ему это не приносит. Просто кушать не может этот человек, зная об этом страшном факте. Кусок в горло не лезет. Сообщество SCP Foundation Russian Branch Fun Community обратилось в магазин 1С, и тот ответил, что да, мистер Д действительно им написал с таким требованием, да ещё и по телефону звонил. Настолько он был недоволен. Но сам мистер Д, конечно же, поспешил сообщить, что всё это враньё, фотошопы, домыслы. Но на самом деле, подобной деятельностью он в последнее время занимается довольно регулярно. Например, из множества переписок, которые дошли до меня, мне стало известно, что ещё задолго до начала всей этой движухи, сей человек в довольно грубой форме занимался тем, что убеждал различных художников постить арты только в его группе. То есть вы могли подумать, что арты, которые появляются в его группы, нарисованы только его художниками. Но на самом деле, часть из этих художников не имеют к его группе вообще никакого отношения. Он просто требует с некоторых из них, чтобы они постили свои арты эксклюзивно в его группе. Вот и всё. Кстати, в этой переписке он обвиняет мою группу в некоем разжигании ненависти. Я напомню, что когда-то этот человек обвинил мой кадалл в продажности, в своей группе, и до сих пор не извинился. А придётся, Андрей, придётся извиняться. Но это было только началом нынешней эпопеи. Чуть позже сообщество ArtSCP выпустило стикеры, и внимательные пользователи заметили, что стикеры доступны только на английском языке. А почему бы не выпустить на русском? А оказалось, что ArtSCP очень обиделась на русское сообщество, и собирается теперь, как они выражаются, выходить на международный рынок. Вот только мистер класса D позабыл, что там о его проделках знают даже лучше, чем у нас. Ведь все крупнейшие англоязычные блогеры по SCP давно рассказали публике о его деяниях, а к нарушениям международного авторского права там относятся куда чувствительнее, чем у нас. Чего стоят только буквально сотни англоязычных мемов об этой ситуации на реддите. Во второй части своего сообщения сообщество ArtSCP сообщает нам, что несмотря на то, что они обещали отменить товарный знак, они оставили его себе, как неожиданно. И значит объясняют они это тем, что оставили товарный знак себе, чтобы посмотреть на того смельчака, который пойдет судиться с ними. Кстати, я так и не понял, при чем здесь конкретно суд. Ведь надо, чтобы правообладатель, например, администрация российского филиала, обратилась в Роспатент за отменой действия товарного знака. А любой финансово пострадавший от них желательно отправился в ФАС. Потому что, например, в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ написано, что действия по регистрации товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. А федеральный закон о защите конкуренции содержит прямой запрет на недобросовестную конкуренцию путем использования средств индивидуализации. Те же авторы на столке сейчас элементарно могут это сделать. Когда была вся ситуация с Гикфанкой, я помог им написать такое заявление, но не учел один момент, что нужно доказать причине нефинансового ущерба. Соответственно, ФАС попросили обосновать этот ущерб. Но тогда Гикфанкой решили договориться миром. И как мы сейчас видим, это оказалось ошибочной стратегией. Ну да ладно. Самое интересное, как обычно, в конце. Так сказать, сетапа панчлайн. В завершении сообщение авторы знаменитого артбука пишут, а затем, с огромным удовольствием, разрушим его жизнь, раскатав его надежды, мечты, а также финансовое благополучие до толщины молекулярного слоя. Говоря так о том, кто пойдет воевать с ними в суде. Казалось бы, посмеялись и забыли. Но мистер Дэнни таков. Нельзя недооценивать его дефицит внимания. Когда эти истерики вновь оказались никому особенно неинтересны, он решил действовать более решительно. И сейчас активно пытается закрыть все другие группы по SCP ВКонтакте. И даже обратился в ВК с целью того, чтобы все упоминания SCP были удалены. В том числе и из официальной русскоязычной группы сообщества SCP, которую ведет администратор российского филиала. Да, сообщество ArtSCP хочет закрыть официальную группу по SCP ВКонтакте. Все именно настолько плохо. Пока администрация ВК говорит, что этот вопрос надо решать с Роспатентом. И частично она права. Действительно, надо, чтобы кто-то дошел до Роспатента. Тем более, что у российского филиала есть бумага от английского филиала, где довольно четко написано, что они против всей этой ситуации. То есть никаких проблем в принципе быть не должно. Надеюсь, это произойдет в ближайшем будущем. А пока ждем дальнейших событий. Всем пока!